Здравствуйте! Можно ли ходить в церковь со своими свечками? Бывает так, что купить свечку или написать записку «нет денег»? Вопрос, казалось бы, простой, можно сказать, да или нет, но мне бы не хотелось так просто говорить. Я бы хотел объяснить, что это за свечки, для чего они нужны. И в каком смысле мы их зажигаем. Тут надо понять просто, почему будет ответ «да» или «нет». Свеча – это символ нашей молитвы. Изготавливается свеча из воска. Воск – это трудолюбивые пчелки произвели. А пчела трудятся много. И вот этот воск – символ нашего духовного труда, что мы вот так трудимся на ниве своей духовной жизни. Так стараемся в своей духовной жизни, как пчелки. Огонечек светлый, он светит, он горячий – это символ нашей молитвы. Она должна быть тоже такой же светлой и горячей, как этот огонечек свечи. Вот что это такое. Это просто символ. И мы ставим свечки, как символ молитвы, зажигаем эти свечки, как символ нашей молитвы. Не более того. Поэтому молиться, в принципе, можно и не зажигая никаких свечей. Это никак не влияет на то, что услышит нас Господь или не услышит нас Господь. Мы просто молимся и все. И Господь смотрит скорее в наше сердце, чем на то, какой длины или толщины в руках у нас свеча. Если Вы пришли в храм и приобретаете свечи в храме, то Вы таким образом делаете небольшое пожертвование на храм. В некоторых храмах свечи лежат просто в свободном доступе. Вы просто берете и ставите, если хотите. А денежку там либо бросили, пожертвовали, либо не бросили. Даже Вам, может, никто и слова не скажет. Кто-то столько-то пожертвует, кто-то больше пожертвует, неважно. В некоторых храмах так делают. И это правильно. Так и должно быть. Кстати, практика показывает, что в тех храмах, где свечи стоят в свободном доступе, ничуть они не меньше приносят пожертвований, чем те свечи, которые покупают четко в руки деньги отдавая. Примерно то на то и выходят. Когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше, но в итоге одинаково то на то и выходят. Это все священники, в храмах которых именно такая практика, они об этом говорят. Так что Вы пришли, взяли свечу, пожертвование какое-то сделали и пожалуйста. Но если у Вас нет пожертвования сделать, никто Вас не заставляет. Абсолютно никто не заставляет. Вы можете также поучаствовать в общей христианской молитве, в богослужении, исповедоваться, причаститься, абсолютно не имея ни копейки за душой. Никто с Вас ничего не потребует, никто с Вас ничего не возьмет. В этой связи вопрос, а какой смысл приносить свечи с собой? Если свеча – это всего лишь символ молитвы, если от того, если свеча горит или не горит, Ваша молитва не усиливается, ничего с ней не происходит, Богу ближе Вы не сделались от того, что Вы свечку поставили. То есть это просто символ. Какой смысл тогда их притаскивать с собой в храм? Для того, чтобы просто света в храме больше было, чтобы красивая свеча горела? Какой смысл? Поэтому на Ваш вопрос, можно ли ходить в церковь со своими свечками, я отвечу так. Я, например, не вижу никакого смысла. Просто это бессмысленное занятие. Именно поэтому ни да, ни нет. Оно бессмысленное занятие. Что касается написать записку, здесь уже посложнее, потому что Вы, когда пишете записку, Вы просите, чтобы священник помолился за Ваших родных и близких. И, в принципе, Вам тоже не должны отказать, если Вы напишете записку и скажете, «Денег сейчас нет совсем, помолиться прямо очень надо». Мне кажется, это просто совершенно ни в какие ворота, если Вам скажут, «Нет, нет, нет, мы Вас не возьмем». Мне кажется, нормально будет, если скажут Вам хорошо, ладно, оставляйте. Вот так. Друзья мои, вопросы финансов в храме – острый вопрос. И вопросы задают довольно-таки часто, особенно люди внешние, по поводу того, почему в церкви все это стоит, еще что-то. Кстати, на эти вопросы я уже неоднократно отвечал по поводу денег и всего-всего. Все деньги, которые в храме поступают – это пожертвование. И формально никто Вам слова не может сказать, если Вы возьмете что-то бесплатное. Закажете Вы сороковую, закажете Вы что-то. По идее, Вам даже отказать не должны, если Вы это хотите сделать бесплатно. У Вас просто денег нет, Вы не хотите, не можете ничего пожертвовать. Я не могу ничего пожертвовать, но мне надо. По идее, Вам не могут отказать, потому что все финансы, которые поступают – это и есть пожертвования. Я не знаю, как в городских храмах, но у себя в храме я с такой ситуацией не часто встречаюсь, когда люди говорят, что нету, но нету суда – нет, пожалуйста. И крестили мы бесплатно, и отпевали, и всякое бывало. Ничего страшного. Помогай, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!